Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет сегодня из Москвы. Погодка сегодня удивительная, морозная, снежок идет и солнце светит, что самое удивительное. У нас сейчас, чтобы вы понимали, 12.51 час дня, но посмотрите на эти новогодние конструкции, эти театральные маски. Мы сейчас находимся на метро Пушкинска, и они все с подсветкой в час дня. Итак, вот такая вот красота нас окружает. Такие ворота, ворота счастья Пушкин. И мы с вами на Тверской. Как у нас выглядит с вами заснеженный город. Вот. Очень красивый дом. Армения. Магазин, кстати, я ни разу не была в этом магазине. Любопытно будет туда зайти и посмотреть, что там продается. Какое, смотрите, красивое убранство магазина. А, здесь видно продается. Ну, в общем, продукты из Армении. Пойдемте зайдем, посмотрим. Я ни разу не была в армянском магазине в Москве. В Армении была 15-летние коньяки. Даже 50- и 30-летние. Сколько же мне интересно стоит. Даже страшно к ним приближаться. И есть вина. Вина 1320-1000. Ну, это какие-то полусладкие вина. Я знаю, что пользуются популярностью грузинские вина. Насчет армянских слышала только про коньяк. Мне кажется, все это знают, да, что у них самый классный коньяк. Насчет вина не знаю. Киликия у нас тоже продается. Это армянское пиво. Вкусное, кстати. Вот что касается пива, вкусное. Вино не пробовала. Надо исправить. Это досадное недоразумение. Конфетки тоже какие-то есть. Тут же, что ли, армянские? Не знаю. А здесь, смотри, какая интересная витрина. А, слушай, это попробовать можно. Это дегустация вот этих вот, видимо. Ну, это, наверное, дегустация для тех, кто будет точно брать. А, вот они, цены на вот эти коньяки. 25-летний стоит 35 тысяч коньяк. Вот такой вот в виде книги 285 тысяч. Прикиньте, это поездка на круизном. Лайнере, либо коньяк коллекционный, который будет стоять у вас дома. Либо вот такой, 80 тысяч 560. Можно шубу купить, а можно коньяк. А можно попроще взять за 15 тысяч 800. Интересные такие цены. Атмосферное, атмосферное место. Понравились такие коньяки. Ну, я, кстати, вообще не люблю паньяк. Я не пью паньяк. То есть, понятно, что выпить могу его, но мне не нравится этот напиток. Мне потом плохо, голова болит. В общем, лучший напиток – это шампанское просека. Не считая воды. О, кстати, ледовое шоу уже начинается. Шоу на льду. Русалочка. С 29-го числа в Москве. Чистенько. Снега практически нет. Кстати, пока я не увидела дворников, я не обратила внимания, что действительно практически нигде нет снега. А у нас огромные сугробы, потому что, вы помните, на выходных был очень сильный снегопад. Кстати, наподобие платья, как у нас, мы продаем серое, короткое. Здесь такое же длинное. Можно понять. Ну, то есть, это же у нас киргизские модели. И ясное дело, что они скопированы из каких-то брендов. То есть, это же не просто сама по себе идея. Только у бренда будет платье стоить 30 тысяч, там 50 тысяч. А платья киргизии доступны для нас, для всех. 3 тысячи. Очень хорошая цена. О, вот такая вот имитация лёвочки, я бы сказала. Ну, половинчатая. Когда едешь, если со стороны, то смотрится красиво. Всё. В золотых и красных шарах. И здесь тоже, посмотрите, какие ворота красивые. Уход в берегу. Ёлочки, самовар, чайник. Сразу так, чая хочется. Учитывая, что сейчас на улице минус 12. Здесь готовятся к фестивалю московские сезоны. Скоро всё установят. Уже ёлку центральную установили. Ну, а ещё неделька, наверное, точно они тут будут готовить все эти павильоны. А мы сразу же с Тверской по переходу вот здесь вот вышли на Красную площадь. На Красной площади уже вовсю работает ярмарка предновогодняя. Открыли её, по-моему, ещё 29-го числа. Также многие видели обзоры. Каток, понятное дело, открыт. Служба, что ли, идёт. Я не знаю, пойму. А мы... Времени половина второго. Играет какая-то нежная, мелодичная музыка. Гум. Наш главный универмаг страны. Москвы в том числе. Такое вот эти... Мне так иногда, сожалению, такое недавно разговаривала с кем-то. Потому что жалко, что сейчас уже не строят таких зданий. Вот мы ходим, любуемся с вами архитектурой уже прошлых лет. А вот в настоящем, ну, не знаю, Москва-Сити, как бы есть там гордость или нет? Всё в стекле. А вот таких красивых, незамысловатых зданий в современном мире, чтобы были построены, я даже не знаю, иностранцам холодно, наверное, здесь. Ну, не только иностранцам. Любому человеку холодно, они тут на распашку идут даже. Так. Ну и что нас здесь встречают при входе на Красную площадь? Здесь огромное количество разных павильончиков, которые торгуют либо едой, либо сувенирами. Вот здесь, ну, это не Гринтвейн, рождественский напиток, он без алкоголя. 300 рублей маленький, 500 рублей большой стоит. А здесь прянички, тульские прянички. Самое вкусное, кстати, Покровский. Большой тульский пряник, 850 рублей, 900 рублей. Ёлочки. Мы сейчас потихоньку продвигаемся к самой ярмарке. Вот здесь новогодние игрушки продают. Вот свечи, хлопушки, статуэтки какие-то. Блогеров здесь, как всегда, много. Знаете, если хотите встретить блогеров в Москве, вот своих любимых, тех, кто живет в Москве, то приезжайте на Красную площадь. Вот здесь 100% кого-нибудь вы встретите. Потому что это сейчас такая самая большая локация для фотосессий. Самые красивые места. Если вдруг кто-то замерз, то можно купить перчатки, варежки за 1000 рублей. На иностранцев, наверное, рассчитано, потому что стоимость этих перчаток максимально 100 рублей. Но здесь, так как это центр, стоимость вырастает в разы. А вот здесь вот такие вот симпатичные шапочки с ушками. Смотрите, помните, я такую мерила с ушками в тренде. Вот, и красивые, очень красивые варежки. Варежки стоят 2000 рублей. Можно купить также теплые носки из валеной шерсти. Просто носки 1000 рублей. Да все это под такую зажигательную музыку. Обычно здесь, знаете, на выходные яблоку нет где упасть. Все покупают моментально. Здесь трубочки вот такие вот продают. Кинопицца называется. Кинопицца в рожке. В рожочке покупаете, очень удобно. Здесь тоже шапки продают. Ну, знаете, такой сезонный, востребованный товар. Я бы так сказала. Колокольчики разные. Что-то кованые изделия. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше к самой ярмарке. Сейчас, когда через два часа уже потемнеет, здесь, конечно, будет невероятная красота. Деревья будут все в подсветке, светиться. Красиво. Мы сейчас с вами зайдем со стороны. Можно двумя путями пройти по самой Красной площади, с правой стороны. Можно здесь вдоль каткайте. Хочу сказать, что вот здесь, за счет того, что снег, какой-то он такой очень скользкий, очень гладкая поверхность. И вы уже как будто бы идете по катку, хотя идете по булыжной мостовой. Я прям иду тут уже, знаете, как оттолкнулся и поехал. Катиться очень-очень скользко, очень аккуратно нужно быть. И здесь тоже разные торговые павильончики. Сейчас посмотрим, чем нынче торгуют у нас на Красной площади. Ой, музыка какая шикарная. Ой, обалденный вальс. Так, осетинские пироги. Здесь мы лежим. Этих пирогов представлены 300 рублей они стоят в ассортименте. Вот такая... А, не кина пицца, а кона пицца. Кона, это что, конская? Ну, в общем, 350 рублей. Вот в таком стаканчике. Как будто бы все сделано. Ох, партнерия холода. Как уверенно все двигаются. Если бы сегодня Иван был со мной, то он бы не прошел мимо вот этого павильончика с хот-догами. Это его любимое место. 350 рублей стоит. Хот-дог на Красной площади. Согревающий чай. 250 либо 350 рублей. Ух ты, а здесь даже попробовать можно. А что это такое? Тардельник. Чешский десерт такой. А, чешский десерт. Спасибо. Пару, пробуй, пробуй. Он замерзший. Скажу честно, тут тоже предлагают что-то попробовать. Приглашают. На выходные вы этого не дождетесь. Все нормально. У меня вот эти любимые штуки. 450 рублей. С разными начинками. Вот эти вафли. Безумное количество слива. Но я не буду. Я же вот ем. Что-то даже не поняла, как называется. И вот так вот потихонечку добрались мы с вами до ярмарки. Зайти на ярмарку можно и со стороны бума, и со стороны Красной площади курантов. Сейчас, кстати, через 20 минут они должны бить. Ну, а мы пойдемте с вами порассматриваем. Ой, знаете, я сейчас надела перчатку на руки. Потому что на улице прям пальцы отмерзают. Здесь удовольствие просели для детей. Сразу гуляния народные вспоминаю. Там, допустим, 100 лет назад, да? Как здесь на Красной площади все это проходило. 200 лет назад хочется представлять. Так, ну здесь что-то тканевые какие-то на подушнике, наволочки, игрушечки. В том числе, а вот здесь русские мотивы, матрешки, сувениры, крышки. И что-то магниты, какие-то здесь, какая-то подсветка моргающая. Вот так вот я вам наложу камеру на еду, ничего не моргает. Как только подходишь к этим павильончикам, переливается все. Вот здесь вот эти подсветки, кстати, нет. А там моргает, видите? А здесь нет. А, здесь тоже. Внутри там, в общем, какие-то гирлянды. Тоже шапочки вот эти с ушками, без ушек по 3,5 тысячи. Носочки, варежки по 800 рублей. Если кто-то вдруг забыл сегодня перчатки, ребята, это капец. Без перчаток, без варежек лучше не выходить и не снимать. Ну, это так же, как вот при входе на Красную площадь. То же самое. Статуэточки разные. Здесь досточки. Слушайте, ну, ребята, конечно, сидят. Я не знаю, у них отапливаем мы здесь павильоны или нет. Но вот так вот целый день. Практически на морозе. Что она открыта вообще? Это ж в чем нужно работать здесь? В какой одежде, в теплой. Здесь сережечки. Сережечки, кулунчики. Из янтаря очень красивые. По 900 рублей. Здесь. Здесь татуэточки красивые. Котик из янтаря. Мужчина оживился. Хоть котика кто-нибудь купит. Блин. Очень сложная работа. Сколько, интересно, здесь за выход платят. Еще, знаете, если на улице там 2-3 градуса минусы, то это еще более-менее. Но когда минус 15, особенно с утра, это надо какой-нибудь бушлат прям надевать. Такой теплый-теплый. О, здесь игрушечки. Игрушечки. Такая, мне кажется, советская тематика. Вон, из Карлсона, как ее, мадам. Слушайте, как давно этот мультик. Блин, недавно смотрела, месяца 2 назад. Не помню, как ее. Шары. Эй, винтажные, красивые. Но сейчас внутри там должно быть в гуми. Красивые. А, вот они, эти штуки, по-моему, которые меня сейчас угощали. Крутишь называется эта штука. Но она уже была подмерзшая значительно. Но так как уже много времени прошло с моего последнего приема пищи, она нормально у меня зашла. Но вообще можно выбрать что-то повкуснее. Вот. Пышки. Пышки я прям обожаю. Пышки. Смотрите, как красиво сейчас солнце выглянуло. И при этом идет такой мелкий снежок. Очень красиво смотрится. Пышки нынче стоят у нас 350 рублей. 150 грамм. На вес продает вспышки. Облепиховый чай с лимоном. Прям, знаете, хочется так глотнуть. Крисмас, рождественский напиток. Раньше продавали глинтвейн. Алкогольный. Сейчас что-то я не видела. Безалкогольные напитки все. О, здесь платки из шали. Я помню, раньше были. Ну, они, наверное, сейчас есть. Павловские платки. Интересно, сейчас они есть или нет. В такого плана. Вот знаете, если, допустим... Мне не очень нравятся такие мотивы. То обязательно найдутся люди, кому это нравится. Поэтому и делают, и выпускают все. Кто-то скажет, вчерашний век. А кто-то с удовольствием наденет, будет носить. И будет при этом чувствовать себя великолепно. Каждому свое. Огромное количество людей. Каждому нравится свое. Я, например, балдею от вот этих шкатулок. Я понимаю, что они мне не нужны. И хранить мне в них нечего. Но вот смотришь на них, и они просто очень красивые. Хочется просто любоваться. Как, знаете, такой отдельный вид искусства. И разные вот здесь бревочки, в общем, сувениры на любой кошелек, на любой вкус. Ну и вот так вот в круговую, собственно говоря, мы обошли с вами под интересную, замечательную музыку. Весь, всю ярмарку. Земляничный чай с шиповником. Вот, наверное, ребятам тепло там от чая. Чай у них все-таки немножко, наверное, имеет согревающий эффект. Вот смотрите, какая фотосессия. Настоящая русская красавица. Здесь, кстати, недавно был забавный случай. Девушки привезли 3 килограмма икры. И снимали здесь разные моменты для ТикТока. И на Красной площади они усели, сделали огромный бутерброд. И их забрали в полицию разбираться, кто они такие и зачем они это сделали. Люди ходили оборачиваться. Они просто видео для ТикТока снимали. Но, оказывается, еще есть у нас люди, которые не знают, что такое видео. Видите, какие можно сделать красивые кадры. В общем, телефон весь ледяной от мороза. Впрочем, как и я тоже такая же ледяная. Зашли в ГУМ. Собственно говоря, то, ради чего мы сюда с вами ехали. И сейчас посмотрим с вами на новогоднее убранство ГУМа на елке. Новогодние елки на Красной площади. Это то, ради чего мы сюда ехали. Дорогие друзья, я вижу, что у меня видео получается на 60 минут. Это очень долго. И смотреть такое длинное его вряд ли кто-либо будет. Поэтому давайте вот эти вот замечательные елочки с вами оставим на следующий раз. Разобьем видео на две части. Обязательно я вам все подробненько покажу, расскажу. И столовую мы попали, номер 57. На этом моменте я с вами прощаюсь. Как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения. И как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok